Проводы зимы согласно всем русским традициям. В селе Сухобузимское Красноярского края, на родине великого художника Василия Сурикова, проходит уникальный фестиваль «Взятие снежного городка». В этом году к народным гуляниям присоединился и наш корреспондент Александр Лазарев. Эх, смотри, честной народ, как гуляет Сибирь! На удаль посмотри, русскую, да раздольную! И крикнул казак так, что услышал его народ в разных уголках нашего края и с радостью последовал его совету. Я вас всех приветствую и поздравляю с этим замечательным праздником! Фестиваль народной культуры «Взятие снежного городка» проходит на родине Василия Ивановича Сурикова в селе Сухобузимское. В последние годы мы на Руси изучаем свою историю, где в Третьяковской галерее видим картину Сурикова «Взятие снежного городка». А вот здесь вот, вживую, можно поучаствовать непосредственно во «Взятие городка» и непосредственно пережить те события, которые более ста лет назад Суриков отразил в своем произведении «Взятие снежного городка». Гостеприимное сибирское село третий год подряд собирает у себя тысячи гостей. Люди приезжают сюда за сотни километров. Салют! Погода в этот день была не очень теплой, но не пристала сибирикам бояться мороза. Да еще и при такой кухне под открытым небом. Сибирских пельменей, блинов и выпечки хватило всем. А пока согреваешься горячим чаем, можно пройтись по сувенирным лавкам и прикупить что-нибудь на память. Согревало гостей и участие в народных забавах. Катание на санках – любимое зимнее развлечение и детей и взрослых. А как вам креативные сани? Сначала их надо было украсить, потом самому нарядиться, но самое главное – суметь ловко прокатиться на них. Подъезжаю по двору, жена ходим по двору. Пришлось по душе народу и катание на санях, запряженных северными издовыми собаками породы сибирской хаски. Ведь какой русский не любит быстрой езды? От пассажиров в санях, правда, требуется ловкость и сноровка, а иначе можно и в сугроб улететь. А такой транспорт катанию на собачьих упряжках явно проигрывает. На фестивале нашлись желающие оценить масштаб народного гуляния с высоты. Воздушный шар был им в помощь. Сегодня мы просто катаем на привязи, у нас есть еще свободные полеты. Свободные полеты – это без веревок. Мы просто летим на расстоянии 40 километров, может быть, даже дальше. И там нас подбирают уже на машинах, там меняется состав корзины, и дальше летим. Мы можем пролетать в день до 300 километров и больше. С высоты полета все проблемы кажутся мелкими, а отличное настроение обеспечено на долгое время. И, конечно, кульминацией фестиваля стало взятие снежного городка, почти такого же, как на картине Сурикова. У старинной казачьей забавы правила все те же. Одна сторона нападает, вторая обороняется. В былые времена игра порой перерастала в нешуточную драку, и мужики возвращались домой с серьезными травмами. Но сегодня все гораздо безобиднее. Последний рыбок и городок покорен. Да, почему нет? Взятие снежного городка, как бы, даже лазание по этим горам, как бы тоже какие-то физические усилия надо приложить, чтобы здесь полазить. Но главный итог – отличное настроение у гостей фестиваля и масса впечатлений. Я была на всех площадках, мне очень понравилось везде. Очень здорово, что такое вообще происходит у нас. И приглашают много гостей. Я думаю, что такие мероприятия вообще сближают людей. И как-то эта традиция наша русская, я думаю, что все-таки надо сохранять такие традиции. А значит, праздник удался на славу, и воспоминаний хватит до следующей зимы.